Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». В компании «АвтоСтронг-М» 200 тысяч отличных БУ-запчастей с быстрой доставкой и честной гарантией. Посмотрите, сколько на складе навесного оборудования. Среди него стартеры, генераторы, насосы ГУРа, а также есть отличные двигатели и коробки переключения передач. Перед каждой съемкой мы думаем, чем вас порадовать. Давненько у нас не было дизелей. Итак, встречаем популярный 1.9 CDTI. 1.9-литровый турбодизель под капотами автомобиля Opel – это итальянский двигатель, созданный инженерами Fiat. Он широко применялся на немецких и не только автомобилях во времена сотрудничества с компанией General Motors. Двигатель 1.9 CDTI создан на основе чугунного блока. В приводе ГРМ присутствует зубчатый ремень. Во многих версиях, не во всех, во впускном коллекторе есть вихревые заслонки. В ГБЦ два распредвала, в поздних версиях по 16 клапанов гидрокомпенсаторы присутствует. Топливная система Common Rail от Bosch. Этот мотор относится к тому самому первому легковому дизелю с Common Rail, который дебютировал на Alfa Romeo в 1997 году. Сегодня мы будем разбирать двигатель 1.9 CDTI, который снят с Opel Zafira B. Также этот двигатель ставился на Opel Astra H, Signum и Vectra C. Именно этот мотор скрывается под обозначением 1.9 TID на Saab 9.3. На Fiat он известен как 1.9 D Multi Jet, ставился на Bravo 2 Stilochromo. На Alfa Romeo он известен как 1.9 GTD и ставился на Alfa Romeo GT 147, 159 и 156. Именно на базе этого мотора был создан двигатель 2.0 CDTI Multi Jet GTD, который считается капризным и ненадежным. А вот этот мотор, напротив, надежен и неприхотлив. Но мы знаем, на что в нем надо обращать внимание. Сейчас подробно расскажем. А вот этот двигатель, который попал к нам на разбор, погиб из-за обрыва ремня ГРМ. Сейчас мы посмотрим, какие повреждения он получил. С этого двигателя снято практически все навесное оборудование. Но, естественно, на нашем огромном шестиярусном складе мы нашли недостающие детали. Итак, поехали. Генератор на двигателе 1.9 GTD довольно часто отвозят на ремонт для замены регулятора напряжения. Верный признак того, что с регулятором что-то не так, это повышенное напряжение более 13,8 вольт, а также отсутствие зарядки. При замене регулятора очень часто выясняется, что обмотки вот-вот выработают свой ресурс, да и подшипники надо менять. В этом случае очень неплохой вариант это БУ. Генератор из АвтоСтронга. На двигателе 1.9 CDTI на коленвале установлен демпферный шкив для привода ремня навесного оборудования. Когда демпфер изнашивается, это приводит к осевому либо радиальному люфту, что в свою очередь приводит к кратковременным либо постоянным скрипам ремня навесного оборудования. При замене ремня навесного оборудования следует оценить состояние шкива. В двигателе 1.9 CDTI во впускном коллекторе предусмотрены вихревые заслонки, которые находятся во впускных каналах. Заслонки открываются при средних и высоких оборотах, а при низких оборотах воздух в каждый цилиндр попадает фактически через один канал, потому что второй канал закрыт вихревой заслонкой. На всех моторах 1.9 CDTI заслонки требуют внимания. Во-первых, из-за того, что отваливается общая приводная планка. После такого происшествия заслонки ведут себя как флюгер на ветру, то есть болтаются, как им вздумается. В этом случае, естественно, двигателю очень трудно дышать на высоких оборотах. Во-вторых, разбиваются пластиковые втулки, на которых вращаются оси заслонок. Также масляный налет и сажа могут просачиваться через разбитые направляющие. Это видно на впускном коллекторе под свечами накаливания. Как правило, вихревые заслонки ремонтируют либо удаляют. На рынке есть заменители по заглушкам и втулкам. Отсутствие вихревых заслонок никак не влияет на работу двигателя. Стоит отметить, что заслонка может обломаться и улететь по направлению к впускному клапану. Но, как правило, застревает где-то на полпути и никаких повреждений двигателю не наносит. Клапан EGR на двигателе 1.9C DTI оснащен сервоприводом с электромотором, но не оснащен датчиком его положения. У этого клапана стандартные проблемы. Он подклинивает из-за сажа. Тогда появляются ошибки по системе EGR. Чтобы решить данную проблему, надо отсоединить вот этот корпус с электромотором и почистить вот эту часть с клапаном. Тогда эта проблема может уйти. Говорят, что он может разобрать мотор по привычке, просто открыв капот, чтобы залить омывайку. И соберу его, пока омывайка льется. И мы начинаем нашу разборочку. Иногда требует замены трубкой системы охлаждения, которая подключается сзади к помпе. Трубка просто корродирует и возникает утечка антифриза. Можно вместо этой трубки установить оригинальную трубку из нержавейки. Такую получили некоторые версии итальянских дизелей. На итальянском дизеле 1.9 CDTI установлен турбокомпрессор Garrett. Для немецких автомобилей турбокомпрессор и выпускной коллектор является одним целым. На многих моторах 1.9 CDTI деформируется фланец в районе четвертого цилиндра. Об этом можно узнать по запаху сажи в салоне, а также по наличию сажи в местах, где просачиваются отработавшие газы. Впускной коллектор с турбиной можно снять, почистить, подровнять и установить обратно. Известны случаи растрескивания выпускного коллектора на части. В данной ситуации сварка вряд ли поможет. Надо покупать отдельно целую деталь и устанавливать ее. Турбокомпрессор Garrett GT 1749 имеет отличный ресурс. Чаще всего проблемы с ним возникают из-за закоксовывания лопаток геометрии. Тогда возникают ошибки по некорректному наддуву, то есть избыточному либо же недостаточному. В таком случае приходится разбирать весь узел и чистить лопатки. Отметим, что предотвратить закоксовывание лопаток геометрии можно более динамичной ездой, когда лопатки открываются в своем полном диапазоне и соскабливают сажу. Также турбокомпрессор может засвистеть либо же заклинить. В этом случае придется ремонтировать его с заменой картриджа. Иногда отдельного внимания заслуживает вакуумная система, управляющая актуатором геометрии турбины. Надо проверять на вакуум все вакуумные магистрали, а также электровакуумный клапан, который управляет актуатором. Если клапан не держит вакуум, то тогда и геометрия турбины работает некорректно и двигатель будет вяло развивать тягу. Нечасто двигатель 1.9 CDTI нуждается в замене уплотнения между блоком цилиндров, а также между теплообменником и корпусом масляного фильтра. Симптомы стандартны. Течь масла наружу, а также эмульсия в расширительном бачке. Трубки-обратки соединены пластиковыми штуцерами-тройниками, которые могут сломаться, при снятии. Но в продаже есть уже металлические тройники, которые можно установить после снятия вот этих пластиковых. Топливные форсунки Bosch имеют отличный ресурс и полностью ремонтопригодные. О необходимости проверки форсунок говорит неуверенный запуск холодного двигателя, а также неровная его работа после запуска. Чаще всего на этих форсунках меняют распылители, но бывают случаи разрушения соленоида и оплавления носика распылителя. После замены распылителя стоит перепроверить форсунки и получить корректировочные коды, затем прописать их в ВБУ для сброса старых адаптаций. Добавим, что плохой запуск и неровная работа могут быть вызваны износом свечей накаливания или неисправностью их реле. У двигателя 1.9 CDTI есть редкая, но известная неисправность. Это пропадание контакта в электрическом разъеме третьей форсунки. При этом двигатель на холостом ходу будет работать дерганно, как будто бы попалось плохое топливо. Симптомы проявляются не всегда. Они проявляются и могут пропадать. По мере прогрессирования данной проблемы появляется ошибка, указывающая на размыкание контактов третьей форсунки. Виновником обычно является электрический разъем в жгуте. Для его ремонта продаются оригинальные наборы с пенами. То есть старую фишку надо отрезать, припаять новые провода с пенами, поместить их в новый разъем и защитить оплеткой. На ТНВД Bosch CP1H3 установлен единственный регулятор давления топлива. Данный регулятор контролирует объем топлива, который подается к плунжерам. То есть фактически регулирует производительность ТНВД. Именно из-за этого клапана двигатель переходит в аварийный режим, когда давление в топливной рампе не соответствует требуемому. Обычно это происходит при резких ускорениях. Также из-за этого регулятора двигатель может глохнуть через некоторое время после запуска, а также при движении накатом. Обычно помогает чистка сетки данного регулятора от налипших на нее соринок. Вообще отказы от ТНВД Bosch CP1H3 случаются крайне редко. Обычно после пробега в 500000 километров. Ремень ГРМ на данном двигателе надо менять каждые 150000 километров или каждые 10 лет. Чистая итальянская конструкция. Клапанная крышка является по совместительству постелью распредвалов. Выпускной распредвал приводится от впускного зубчатой передачи. По состоянию кулачков распредвалов никаких нареканий у нас нет. А вот там, в ГБЦ, все гораздо интереснее. Вот такое вот поле боя здесь. Все солдаты полегли. Видать, ремень рванул на очень высокой скорости. Валы по инерции еще вращались. Поршни бомбили по клапанам, но весь удар на себя взяли рокеры. Как видите, они поломались пополам. Все в идеале и не скажешь, что поршни били по клапанам. Клапаны плотно и ровно закрыты. А мы обнаружили причину обрыва ремня ГРМ. Помпа заклинила, ремень терся об шкив и перегревался. А здесь на всех роликах мы видим ошметки ремня ГРМ. Он перегревался, оплавлялся и это привело к обрыву ремня. Но что интересно, мы не видим ни одного следа удара поршней о клапана. Хон в цилиндрах как с завода. А теперь о состоянии. Шатунные и коренные вкладыши изношены основательно, но не до меди, не смертельно. По поршням видно, что мотор маслоел, то есть закоксованные маслосъемные кольца. Нагар на жировом поясе. Привет дешевому маслу! На всех шейках коленвала мы видим заполированности, но бороздок от затвердевших частичек масла не наблюдаем. Видно, масляная пленка здесь была так себе. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали надежный двигатель. Его даже окончательно не прикончил обрыв ремня ГРМ. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова